В эфире программа День города. Здравствуйте. О событиях прошедших суток с вами поделятся наши авторы и я, Алена Куколева. Сегодня вы увидите. Жители Рязани мерзнут в квартирах. Застройщики отказываются признавать свои ошибки. Эпидемия гриппа и ОРВИ. Готовы ли аптеки к повышенному спросу на лекарства? Несмотря на то, что по официальной информации ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом на территории Рязанской области не оценивается как критичная, в городе продолжает нарастать напряжение. Так, в СМИ постоянно обновляется информация об эпидемии в других регионах, а в аптеках областного центра заканчиваются специализированные лекарства. Действительно ли это так? Как обстоит ситуация, расскажет Александра Тамбовская. Рязань пока не достигла эпидемиологического порога по заболеваемости гриппом, однако в целом регион превысил его на 7%. Об этом сообщил замминистра здравоохранения региона. На сегодняшний день с инфекцией в больницы обратилось более 4000 человек, большинство из них дети. Врачи предупреждают, что самолечение опасно. Как только появляются первые симптомы, это повышенная температура, выраженная слабость, мышечные боли, тошнота, рвота, нужно сразу же обращаться к медикам. Однако выписанных лекарств в аптеках может не оказаться. Потому что встречаюсь в аптеке с такими же желающими купить, и реакция их неоднозначна. Люди немножко впадают в панику. А паника в данном вопросе недопустима. Потому что паника рождает эмоции, эмоции рождают спекулятивные какие-то моменты. Если вот сейчас кто-то предложил бы мне по высокой цене это лекарство, я, конечно же, купила бы за любые деньги, которые у меня бы нашлись. Сегодня из противовирусных препаратов в аптеках отсутствует только томифлю. Он является в том числе самым мощным лекарственным средством от свиного гриппа наряду с релензой. На сегодняшний день нет официальной информации о случаях заболевания свиным гриппом по области. В борьбе с вирусами самыми популярными средствами на сегодня являются амиксин, кагоцелл, лавамакс, инговерин и эргоферон. Также популярны мази и спреи. Есть, безусловно, все препараты. Некоторые препараты, да, отсутствуют по некоторым, наверное, уважительным причинам. Это препарат томифлю. У него, конечно, доказанная активность в отношении многих вирусов гриппа. Но, тем не менее, поступает информация, что данный препарат с начала или с конца следующей недели будет поступать в аптеке. Мы напомним, что для профилактики гриппа, в том числе свиного, необходимо часто мыть руки хозяйственным мылом, не прикасаться к носу и глазам немытыми руками, не входить в контакт с зараженным человеком и использовать маски однократного применения в людных местах. Также рекомендуется есть больше продуктов, содержащих витамин С, проветривать помещение, высыпаться и сохранять физическую активность. На полное устранение последствий разгула снежной стихии, согласно правилам, дается двое суток. За это время должны быть убраны с тротуаров не только снег, но и наледь. Кстати, от ответственности за непосыпанный песком и неочищенный тротуар, предупреждающие объявления о гололезе, не спасут. Если вы поскользнулись и получили травму, можете смело судиться с обслуживающими эту территорию компаниями. Ольга Харламова о том, кто и за что отвечает. Не идется и не едется, потому что гололедится. Вот и пришла настоящая зима со снегопадом. Большие сугробы вызвали у рязанцев затруднения. Люди вынуждены перемещаться по очищенным островкам, которых немного. На дорогах появилось больше пробок, машины буксуют, их приходится выталкивать. Хотя существует правило уборки снега. По правилам, ответственная за уборку организация должна была убрать снег в течение шести часов после снегопада. Однако, как мы видим, этого не произошло. Территорию жилых домов должна очищать от снега управляющая компания, а дирекция по благоустройству города – площади, улицы, парки и скверы. И за торговыми точками также закреплены прилегающие территории. Однако сугробы продолжают расти, а соответственно и недовольство рязанцев тоже. Снег – это хорошо, считают они, но никогда он затрудняет движение. Мешает, да. Работа плохо проводится по чистке. Главные улицы проспекта чистят, а все, что чуть вбок, просто не проехать, не пройти. Снег – очень, конечно, хорошо, потому что это нормальное явление для зимы. Но то, что его не убирают или говорят, что убирают, на самом деле ничего это не видно. В проезжей части все сужены на три метра. Все любые, особенно, где не проходит общественный транспорт. В дворовой территории и въезд во дворовую территорию вообще управляющей компанией, вот в частности управляющей компанией номер 17, там ничего не чистится. Вот, работает один дворник вручную, трактор проезжал, может быть, раза два за все время снегопадов. В общем, как выезжать, как ходить, люди падают, пожилые люди особенно, я не знаю, как они преодолевают эти снежные барханы. Организацию, которая не выполняет свои обязанности по очистке территории от снега, могут оштрафовать суммы штрафа от 10 до 200 тысяч рублей в соответствии с законом Рязанской области об административных правонарушениях. Жители дома по улице Песочинской мерзнут в собственных квартирах. И это при том, что их квартиры в новостройке. В ситуации разбиралась Марина Комиссарова. Худенькая девушка с большими карими глазами, которая встретила нашу съемочную группу Ольга. Хозяйка квартиры в новостройке, в которую она заселилась после Нового года. С маленькой дочкой. Ей к своим 19-ти довелось выдержать уже столько испытаний, что хватило бы на целую жизнь. Дело в том, что Ольга росла без родителей. Почему и как ее бросили, она не помнит. Я как бы этого тоже совсем не знаю, но у меня как бы в акте о подкидывании написано то, что меня в 5 лет мама оставила на рынке. После этого меня отправили в Саочинский детский дом. Оттуда меня в 8 лет забрала приемная семья. Как бы там не очень хорошо обращались с нами, заставляли работать. У нас было там 13 человек приемных. И я в 13 лет уже, когда мне там одна женщина говорит, уходи из этой семьи, я от них ушла. И обратно в Саочинский детский дом попала. Когда Ольге исполнилось 18 лет, это было в 2014 году, она согласно законодательству Российской Федерации должна была получить жилье. Но тогда в администрации пояснили, что денег нет. И началась двухлетняя история хождения по различным инстанциям и судам. Все это время она со своим маленьким ребенком жила на съемной квартире, на что уходила большая часть ее дохода. В конце концов, в середине декабря ушедшего года Ольгу пригласили посмотреть квартиру в новостройке на улице Песочинской. Естественно, девушка очень обрадовалась. Но получив под Новый год долгожданное жилье, Ольга не догадывалась, чем это радостное событие обернется. Нам, наверное, сказали числа 20 декабря, что дадут квартиры 28-го. Мы уже закупать все начали. Вот как раз 28-го нам дали, мы все завезли, сюда мебель собрали. Мы здесь пока что не жили. Включили котел, и на следующий день у нас этот угол потек. И весь шкаф вот этот размок сзади, все. На подъемные выплаты для сирота она купила новый шкаф, собрала его, заказала у мастера кухню и вернулась на несколько дней на съемную квартиру. Чтобы подготовиться к переезду. Через пару дней, когда она приехала с вещами, первое, что Оля увидела, это разбухший шкаф и мокрая стена, у которой он стоял. Отодвинув шкаф, девушка обнаружила, что стена покрыта льдом. Ольга тут же позвонила в фирму, которая строила дом. Пришли рабочие, утеплили стену с уличной стороны, но ситуация от этого не изменилась. Обратилась к застройщику сразу же, он подослал рабочих, просверлили дырки, из-за этого еще холоднее стало, начало дуть вот из-за этих дырок. И рабочие, они влили туда в одну дырочку четыре баллона пены, то есть сказали, что там пусто. То есть дом, получается, полностью вообще не утеплен. А еще вы приподняли линолеум и обнаружили там еще какие-то неполадки? Да, то есть там в подвал дырки оттуда очень сквозило. Застройщик предложил Ольге подождать до весны, потому что сейчас устранять недостатки не представляется возможным. Между тем, в квартире действительно очень сильная влажность и холодно, несмотря на работающий обогреватель. Маленькая Алине, ей год и четыре месяца, приходится спать в одежде. В тот же день я позвонила в офис фирмы застройщика «Квант», чтобы выяснить, будут ли строители приводить в порядок квартиру Ольги. В тот же день я позвонила в офис фирмы застройщика «Квант», чтобы выяснить, будут ли строители приводить в порядок квартиру Ольги. Мне это тоже интересно. В рубашке с коротким рукавом говорит, что там 10 градусов в квартире. Но я таких девочек в первый раз вижу. Ладно, в общем, все встанет на свои места. Дом заселится, все жильцы заселятся, все будет нормально. Мы будем следить за развитием ситуации и обязательно сообщим, каким образом разрешилась проблема Ольги. 70 лет назад в Нюрнберге начался судебный процесс над бывшими руководителями Гитлеровской Германии. Это значимое событие, о котором мы не должны забывать. В Академии ФСИН прошел конкурс, посвященный Нюрнбергскому трибуналу. Курсанты подготовили научные работы по этой теме. Подробности в сюжете Ольги Харламовой. Нюрнбергский трибунал – это международный судебный процесс над бывшими руководителями Гитлеровской Германии. Проходил он с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. Был провозглашен приговор Международного военного трибунала, осудивший главных военных преступников. Нередко его называют судом истории. Это был не только один из самых крупных судебных процессов в истории человечества, но и важнейшая веха в развитии международного права. Нюрнбергский процесс юридически закрепил окончательный разгром фашизма. Он привел к многим отраслям международного права. В Академии ФСИН России прошло мероприятие, посвященное одному из знаковых событий отечественной истории – 70-летней годовщине Нюрнбергского трибунала. В прокуратуре области был организован и проведен конкурс научных работ среди курсантов. Можно сегодня с абсолютной уверенностью сказать о том, что ни одно научное мероприятие, проводимое в учебном заведении, не остается без участия прокуратуры области, прокуроров того или иного уровня. Безусловно, свидетельством тому и служит наша сегодняшняя встреча. И мы от всей души признательны прокуратуре области за выбор нашего вуза в проведении вот такого важнейшего конкурса. Также был показан фильм о Нюрнбергском трибунале. На торжественном награждении участников конкурса выступил старший помощник прокурора региона Дмитрий Плоткин. То, что вы участвовали в этом конкурсе, это очень большое дело. Вы знаете, примерно последний вот, сейчас этот вопрос стал подниматься о фашизме, а вот лет 10 назад как-то немножко меньше стали показывать фильмов о том, что было. И сразу вот эта зараза всплыла. Я в Москве иду, смотрю, идут ребята, майки, портреты Гитлера. Мало того, что, казалось бы, Рязань, небольшой город, так вот, получилось так, что в день рождения Гитлера рязанские нацисты прошли маршем аж от Полсенаута до Площади Победы. Были наказаны только за то, что якобы мешали дорожному движению. Выступил Виталий Толстов, ветеран Великой Отечественной войны, которому в качестве прокурора довелось расследовать преступления фашистов. Дело в том, что Гитлер написал книгу в моем кампе. И вот в этой книге, а мне пришлось потом иметь дело с этой книгой, она была, когда мы освободили Будапешт, была разброшена по улице. То есть это был документ, это была программа, в которой изложено все, что мечтал Гитлер. Курсанты Академии ФСИН изучили и подготовили научный материал на тему Нюрдовского трибунала. В конкурсную комиссию было подано несколько десятков работ. В итоге были определены победители, которые получили почетные грамоты. На территории Старой Рязани появится первый в стране археологический парк. На данный момент ведется поиск инвесторов и подрядчиков, которые помогут реализовать проект. Планируется, что городище Старая Рязань и найденные артефакты станут экспонатами музея. Экспозиция будет создана под открытым небом. Подробнее наш культурный обозреватель Ирина Ковалева. Оказалось, что разговоры о создании археологического парка на территории Старой Рязани велись довольно давно, еще с 2013 года. Но сегодня план по организации этого уникального музея под открытым небом начинает приобретать все более ясные очертания. Во-первых, важно, чтобы любой, кто заинтересуется этим археологическим памятником, мог беспрепятственно попасть на его территорию. Ну а во-вторых, не менее важно, чтобы нахождение на городище было познавательным для туристов. Для этого планируется оборудовать смотровые площадки и даже сделать разрез валов. Это такое величественное сооружение, грандиозное того времени. И планируется некоторые валы разрезать, залить их герметичным прозрачным материалом, то есть чтобы конструкцию вала можно было увидеть воочию. Также планируется воссоздание фундаментов храмов, которые раньше стояли на территории Старой Рязани, и создание музея археологических находок под открытым небом. Те уникальные находки, которые были найдены на этой территории, вот, конечно же, они должны быть показаны зрителям. А если это будет сделано именно на территории Старой Рязани, на этом городище, ну это будет просто великолепной демонстрацией того, что там было. То есть привязано к месту будет. В планах также усовершенствование археологической базы для того, чтобы сезон раскопок мог быть продлен. Напомним, что Старая Рязань занимает второе место по числу уникальных находок после Киева. За всю историю археологических раскопок на территории Древнего Городища было найдено 17 кладов. Если учитывать, что на сегодняшний день исследовано всего лишь 6% от всей площади Старой Рязани, то можно представить, сколько удивительных находок еще предстоит сделать археологам. Об этом и других культурных событиях нашего города смотрите в программе «Калейдоскоп» на наших кабельных, а также на сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего продолжения вечера. Жилой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова